добрый день дорогие зрители православного канала экзегет сегодня мы с вами завершаем цикл наших бесед альве николаевич толстом о его жизни творчестве и о таком трагичном исходе его деятельности которые и выражены вот этими словами ли в западне сделавшимися как бы эпиграфом всего нашего цикла и вот на его протяжении мы постоянно обращаемся к вот этому образу так вот этой трагической составляющей его жизненного и творческого пути и как раз таки пытаемся разобраться каким образом почему этот великий лев этот великий писатель и великий человек оказался в той западне из которой не сумел найти выхода и во многом как мы говорили это было связано с тем окружением которое сложилось вокруг льва николаевича толстого в последние годы его жизни начиная с восьмидесятых годов и которые во многом на самом деле согласно поговорки свита делает короля или королеву и сделали льва николаевич толстого тем человеком тем рупором определенных идей выражение которых лев николаевич и сделал в общем-то основным содержанием всей своей последующей жизни настолько что в общем-то даже все свои последую предыдущие достижения такие как романы война и мира анна каринина считал в общем-то чем-то не серьезным не стоящим не заслуживающим вниманием и даже как-то отзывался о них в такой уничижительной форме говоря о том что больше никогда не будет писать такое многословное дребедение как война и мир не или что она карин надоело ему хуже горькой редьки и вообще сравнивал похвалы и себе расточаемый по поводу этих своих действительно великих литературных произведений с похвалами которые могли быть адресованы великому изобретателю эдисону относительно не того что он обогатил человечество какими-то техническими перевернувшими всю его жизни достижениями а тем как прекрасно он танцует мазурку лев николаевич сам свои романы рассматривал как ну что ли указатели на его жизненном пути которые позволяют его читателям прийти к тому что действительно важно 2 не 2 2 николаевича то есть кого религиозным и мировоззренческим взглядом и в распространении этих взглядов очень большое значение имел этот узкий круг единомышленников который помогал на самом деле льву николаевичу эти взгляды сформулировать и распространить а также и тот очень широкий круг последователей льва николаевича которые издали в благоговейном почитании пока совершали поклонение вот этому своему новому учителю в той или иной степени разделяем его взгляды и его суждения именно этим во многом и было связано то самое упоминавшиеся нами определение священного синода сделаны и в 1901 году в котором как уже говорилось не было провозглашено никаких анафемы у николаевича толстого толстому но суть этого определения можно свести к такой очень аккуратной формулировки которую она содержит о том что сам лев николаевич толстой своими взглядами своими произведениями своими идеями которые он открыто высказывал поставил себя вне церкви христовой отлучил себя от церкви и так сказать что лев николаевич будучи раздосадован этим определением священного синода при этом не отрицал справедливости того что по сути она содержала и возвещала да говорил он я действительно отрекся от той церкви и дальше шло перечисление им того что его в жизни русской православной церкви не устраивало не только на самом деле русской православной церкви а в принципе православной христовой церкви которую он отрицал и это отрицание подтвердил целом рядом своих произведений в общем на самом деле невероятно мрачных потому духу потому содержанию которым они были проникнуты это и его критика православно-догматического богословия митрополита макария булгакова где он абсолютно на самом деле безосновательно и не имея никакой богословской серьезной подготовки обрушивается на этот капитальный труд своего рода такую сумму всего догматического учения православной церкви которая оставила этот выдающийся церковный писатель и деятели помимо православно-догматического изложения православно-догматического учения православной церкви оставивший нам еще и многотомное издание истории русской церкви тоже замечательный труд и по своему содержанию и потому одновременно научными в то же время очень такому легкому слогу которым это произведение написано это и трактат льва николаевич толстого исповедь в которой он очень откровенно передает свои духовные искания и терзания в том числе так маниакально преследовавшие его на протяжении многих лет жизни тягу к самоубийству которая во многом и побудила его к началу каких-то таких религиозных духовных поисков но к сожалению как мы знаем окончившийся неудачей только еще более глубоким падением в бездну отвержением и отречения от церкви от христа от подлинной настоящей религиозной жизни который лев николаевич пытается противопоставить собственное богоисток богоискательства выраженное им и в сочинении в чем моя вера и в сочинение таком например как разрушение ада и восстановление его необычно необыкновенно на самом деле тягостное впечатление производящие вот такое вот обличенное в рассказ бесов освобожденному из ада сатане том о тех усилиях которые они предприняли для того чтобы заставить все общество христиан отказаться от первоначальных идеалов якобы заложенных в учении христианства его божественным основателем ну и также собственно конечно это выразилось и в том евангелие которое осмелился написать лев николаевич толстой и которые он освободил как ему казалось от всего ненужного от всего на основу от всего принесенного поздними и последующими учениками христа которые оказались не столько учениками сколько исказителями его учения всю жизнь и деятельность христа лев николаевич толстой сводит к понятному доступному морализатор ству и нравоучительству в котором он собственно и видит всю суть христианство фактически подобным образом приходя к основам заложенным и в протестантское учение которое на самом деле оказало на него очень большое хотя и несколько такое обследование влияние во многом лев николаевич толстой это вот такой извод такого православного протестантизма это богоискательство которое фактически приводит к самым таким крайним и радикальным формам протестантского вероучения когда отвергается полностью вся церковная таинственная жизнь и ей противопоставляется только вот какое-то такое нравственное начало которое опять же очень избирательно вычленяется подобным подобными протестантами изучение христа в таком взгляде лев николаевич во первых был не одиноко во вторых не был столь уж оригинален и независим во многом эти взгляды складываются под влиянием того узкого круга его приближенных которыми которые собственно и начинают влиять вообще неприметным нередко и вполне откровенным образом на весь ход мысли и деятельности льва николаевича толстого и здесь конечно в первую очередь нужно назвать такого персонажа как владимир григорьевич чертков и впоследствии также у супруга анна дитерихс черткова которые являлись на самом деле такими типичными русскими протестантами матерью владимира григорьевича была небезызвестная генеральша черткова фанатичная последовательница учения лода лорда редстока английского аристократа который прибыл в россию с своим миссионерским распространением своего учения сводившемуся опять же вот к такой очень урезанное абсолютно выхваченные протестантской крайне резко протестантской форме христианство на самом деле сам ликоле лев николаевич в какой-то момент высмеивает и редстока и круг его великосветских почитателей получивших название редстокистов или редстокизма как течение в тех образах которые содержатся в романе анна каренина и составляют вот тот круг религиозных фанатиков которым начинает принадлежать и относиться и сам каренин муж анны сергеевны карельные под влиянием лидии загребской в кружок который он входит и взгляды которых он разделяет как ни странно в тем же самым взглядом сводится во многом и мировоззрение льва николаевич толстого который приобретает такие черты во много под влиянием выпрыгнувшего действительно как какой-то такой черт из табакерки этого самого черткова владимира григорьевича о котором впоследствии лев николаевич говорил что если бы черткова и не было его необходимо было бы выдумать настолько он становится зависим от общения с чертковым от его постоянного присутствия в своей жизни это был единственный человек который мог заходить к льву николаевичу толстому без какой-то предварительной договоренности согласования абсолютно в любое время суток абсолютно по любому вопросу который взял на себя редактирование после софьи андреевны толстой трудов и сочинение льва николаевича толстого и при этом лев николаевич совершенно без всякой оглядки доверял ему внесение практически любых изменений в текстах своих произведений вот мало-помалу тихой сапы этот человек добивается такого совершенно невероятного влияния на этого великого льва этого великого писателя и мыслителя именно к владимиру григорьевичу черткову протягиваются те невидимые ниточки которыми он начинает манипулировать величайшим писателем именно эти ниточки превращаются во многом в те самые демонические дьявольские цепи которыми оказывается окутан и опутан этот попавший в западню лев владимир григорьевич как уже было сказано является таким ну вот опосредованным на во многом носителем того самого редстокизма фанатичным проповедником и одним из главных распространителей которого в россии после отъезда лорда редстока является его собственная мать не случайно поэтому что чертков как и его жена имеет очень тесные связи с британией с англией откуда суп ну фактически чьими агентами в лице последователей лорда редстока они являются на протяжении многих лет и поэтому во многом центра распространение толстовства как вот такого нового учения переносится чертковым в британию в англию именно там печатаются те произведения льва николаевич которые невозможно было напечатать в россии по цензурным соображениям благодаря содержавшимся в них нападком на церковь и не только надо сказать на церковь и очень не случайно на самом деле именно англия является вот таким местом где всячески поддерживается и откуда распространяется учение льва николаевича толстого на самом деле за всем этим стоят еще и очень серьезные политические мотивы и говоря о творчестве льва николаевича толстого в поздний его период и а всей его этой деятельности на самом деле нельзя не учитывать один очень важный геополитический аспект который как раз таки во многом связан с тем что лев николаевич абсолютно не отдавая себе в этом никакого отчета становится ангажированным лицом вот той британской политики частью той самой большой игры которую ведет британия против россии на всех геополитических идеологических и любых других площадках на которых возможно проявление вот этого столкновения когда две эти великие империи пытаются делить между собой влияние на окружающее пространство на окружающий мир безусловно владимир чертков становится фактически таким агентом британских спецслужб а лев николаевич фактически просто превращается в инструмент в руках этих самых спецслужб это в общем то на самом деле еще вопрос который требует своего такого пристального изучения по понятным причинам эта сторона жизни и творчества лев николаевич толстого никоим образом не широко изучалась и не освещалась в советский период поскольку лев николаевич толстой в глазах большевиков был как мы знаем зеркалом русской революции человеком который внес достаточно большой вклад в то чтобы эта революция смогла стать возможной и состоялась сам владимир ильич относился к льву николаевичу с большим пиететом признавал его заслуги в этой революционной деятельности а кроме того не у самого было как мы знаем рыльца в пушку и сам он был во многом личностью ангажированный и зависимой от деятельности иностранных разведок и иностранных служб и сил заинтересованных в разрушение россии и сам в общем то являлась точно таким же инструментом этого разрушения в чужих руках в том числе и в британских руках и сам немало времени провел в британии занимаясь своей разрушительной революционной деятельностью ну и в общем засвечиваясь подобного рода связи в советском литературоведении в советском освещении деятельности и толстого было в общем то столь же наверное неуместно как и по понятным причинам в последующий за советским период уже более-менее современный нам поскольку в общем суть любого расследования как мы знаем сводится к тому чтобы ни в коем случае не выйти на самого себя а именно это произошло бы если бы такого рода расследованием начали бы заниматься большевики и вот эта связь и вот эта вовлеченность в большую игру и их самих и льва николаевич толстого стало бы очевидно сам лев николаевич толстой вот при всей мощи своего таланта своего интеллекта при всей славе своей как мыслителя при всем внутренним воззрение на себя самого как на не просто писателя как на религиозного общественного деятеля благодетели человечества готова оказать ему новый новые великие благодеяния указать ему новый путь развития при этом проявлял абсолютнейшую близорукость не видя у себя под носом того как из него просто старательно надувают раздувают вот такую общественную фигуру в абсолютно прагматичных и ангажированных западными державами интересах безусловно им было прекрасно понятно что лев николаевич толстой в своей борьбе с православной церкви оказывает им огромную услугу подрывая один из таких важнейших столпов всей русской государственности как русская православная церковь это было тем более удобно что лев николаевич толстой полностью ассоциировался с русской православной церковью до определенного момента и выступал как один из лучших представителей русского православия которые настаивают на необходимых переменах в этой русской церкви изнутри поэтому тот документ который решился наконец-таки после на самом деле двадцатилетия подрывной деятельности льва николаевича толстого в отношении русской церкви абсолютно вызывающей деятельности опубликовать священности но от православной церкви при всей обтекаемости и осторожности тех формулировок которые которым выражалась та мысль что лев николаевич никоим образом не член русской православной церкви в общем то все таки при этом расставлял точки над и именно это так взбесило и льва николаевич толстого и его окружение это не позволяло действовать им на разрушение русской православной церкви и изнутри она четко это постановление синода разделяла и различала учение толстого и последовавших за ним толстовцев от учение русской православной церкви и ее самой как организации отныне лев толстой и русская православная церковь воспринимались как два совершенно разных и совершенно к разным целям разными средствами стремящихся субъекта или объекта и это конечно было весьма и весьма не на руку тем силам которые стояли за толстым хотя в общем то конечно они в какой-то момент этим воспользовались и продолжили свою разрушительную деятельность при помощи выбранного ими инструмента в качестве льва николаевича толстого уже извне разрушая церковное здание уже как а абсолютно такая сбросившие маски и направленные против церкви сила но вот в тот момент вот это определение это решение льва николаевича толстого но было крайне необходимое оно преследовало несколько целей во-первых необходимо было четко как мы сказали разграничить толстого и церковь показать что это две вещи которые несовместимы между собою этим синод призывал и всех тех кто еще колебался и сомневался в том что может быть можно каким-то образом совместить и взгляды толстого на христианство и при этом формальную ну или неформальную принадлежность к русской православной церкви вот этот документ уже подобного рода людей ставил перед выбором все-таки с кем вы с толстым который отрекся от церкви сам или с церковью которая вынуждена была факт этого отречения констатировать кроме того конечно за этим документом стояла и другая немаловажная цель и задача это все-таки возвать самоволь ван николаевич толстого возможности для него покаяния лев николаевич продолжал думать что ему все сойдет с рук как это собственно говоря ему исходила на протяжении многих лет чтобы он не вытворял чтобы он не высказывал и не писал все как-то в общем-то упиралась в то что тронуть его как вот такого всемирно известного писателя вершителя и руководителя целых общественных политических и мыслительных процессов во всем мире но ни у кого не поднималась рука и все какие-то такие направленные против него шаги правительство сводились конечном счете каким-то таким практически безболезненным укутцем и полумером как-то всерьез ограничить деятельности льва николаевича было невозможно и он всячески этим пользовался и провоцировал правительство и церковь на все больше и больше как бы такие вот унизительные для них ситуации переходя и пересекая очередные как сейчас принято говорить красные линии но вот здесь наконец-то это красная линия была проведена со всей определенностью она должна была показать и самому льву николаевичу толстому что он заигрался в реформаторы религиозного деятеля и благодетеля человечества и сам он ставился перед тем фактом что он не является членом церкви в этом выражен был призыв к льву николаевичу о возможно может быть еще для него покаяние как мы знаем лев николаевич этот призыв отверг и в том что он это сделал во многом конечно была и заслуга очень и искусной такой манипуляторской деятельности которая проводилась владимиром григорьевичем чертковым и другими лицами из вот этого ближайшего круга относившегося к яснополянскому вот этому окружению графа толстого приведу хотя бы даже вот один пример чтобы не быть и голословным содержащийся в книге малоизвестного сейчас уже такого достаточно забытого духовного писателя ладыгина свет незримый его такой мистической трилогии в которой он написал в том числе и свое общение с толстым надо сказать что сам ладыгин оставил оккультизм и изучение каких-то таких восточных религий присоединился к православной церковью и всем так то таким жаром человека открывшегося для себя истину погрузился в изучение наследия богатого святоотеческого учения и вот однажды встретившись со львом николаевич там толстым он в ходе весьма надо сказать дружелюбной такой дискуссии с ним привел ему пример из добротолюбия очень такую известную схему содержащуюся в творениях преподобного ава дорофея где он уподобляет отношение человека к богу и ближнему образом такого круга в центре которого находится бог и к центру этого круга стремятся из дальних точек окружности люди как такие направляющиеся к центру радиусы и вот когда человека какая-то отдельная взятая точка находится на этом стремящемся к центру радиусу то чем ближе он находится к центру окружности тем ближе он оказывается и к другим точкам расположенным на вот этих стремящихся к богу к этому центру радиусах то есть к своему ближнему таким образом любовь к богу делает человека и более и более близким в своей любви к своим собратьям к другим людям вот такая интересная схема которую рисуют в своих творениях ава дорофей и которая при этом абсолютно была неизвестна льву николаевич толстому несмотря на то что в общем то это та классика вообще вообще святоотеческой письменности такие ее азы с которые начинают любой посвятивший себя изучению святоотеческих творений человека тем более чек изучающий монашескую традицию в оптяной пустыне свое время как раз таки во времена жизни льва николаевич толстого от любовного начального монаха или послушника требовалось прочесть получение ава дорофея в течение 14 раз для того чтобы усвоить суть этих получений свою душу вот с этой классикой святоотеческой письменности льв николаевич толстой оказался абсолютно незнакомым ему очень понравилась эта схема ава дорофея несколько раз переспрашивал лодыгина название этого сочинения этого автора и о добротолюбии как таковом и весьма и весьма попросил чтобы в следующее свое посещение лодыгин непременно привез ему эту книгу потому что его это очень и очень заинтересовало все эти благие пожелания самого льва николаевич толстого оказались разбиты в пух и прах то есть иной которую выстроил вокруг него владимир григорьевич чертков и когда лодыгин следующий раз попытался добиться встречи с львом николаевичем привести ему обещанное сочинение и обещанные тома до бортолюбия владимир григорьевич сделал все возможное для того чтобы эта встреча больше никогда не произошла и не состоялась он окружил льва николаевич как бы таким невидимым куполом незримой стеной которая отгораживала его не только от тех кто могли каким-то образом повлиять на его вот это мировоззрение очень искусственно направлявшимся в чертковом в необходимым ему и стоявшим за ними политическими идеологическими силами направлении но в общем-то даже и отсекавшим льва николаевич от его собственной семьи сама софья андреевна весьма и весьма ревновала небезосновательно льва николаевича черткова потому потому что сам чертков неоднократно советовала льву николаевичу последовать его собственному учению его постулатом бросить свою семью уйти из ясной поляны и вот во многом за тем что делал думал говорил лев николаевич стоял вот этот воистину злой гений и искусственный манипулятор каким предстоит чертков из тех исторических свидетельств которые мы по этому поводу имеем и и на самом деле во многом с подачи черткова пафос льва николаевич толстого обличительный и сокрушительный был направлен не только против русской православной церкви как одного из столпов тогдашнего российского имперского общества но и против государственной власти в принципе как таковой суть абсолютно утопического и мечтательного учения льва николаевича толстого сводилась и к как мы знаем определенной форме такого анархизма отрицанию государства как подавляющего личность начала и всех государственных институтов таких как армия полиция суды и прочие общественные институты без которых просто невозможность существования какого-то организованного общества все это лев николаевич отрицал противопоставляя этому свое учение о непротивлении злу насилием и вот своей такой вот проповеди такого умеренного анархизма который сводился к тому чтобы просто игнорировать государственные институты не бороться против них с оружием в руках но перестать платить налоги перестать обращаться суды перестать поддерживать все прочие государственные институты и дать им в свое время просто как-то захереть благодаря тому выбору который будет сделан каждом из граждан в отдельности ну надо сказать что вот это безусловно направляемое извне политика внутренней это учение в какой-то момент сыграло и против самого стоявшего во многом за его распространением британского колониального режима поскольку как мы знаем одним из таких последовательных учеников воспринявших его идеи Льва Николаевича Толстого был Махатма Ганди который как раз таки с достаточно большим успехом и применил вот это учение Льва Николаевича Толстого в своей борьбе против британской колониальной администрации в этом смысле сработал эффект бумеранга вернувшись к тем кем он был запущен но что касалось Российской империи то конечно в ее условиях это было абсолютно неприменимо и могло преследовать только одну цель сокрушение всех жизненных основ России как государства но мы и сейчас видим что все эти прекраснодушные мечтания которые в 20 веке попытались быть выражены в нормах такого международного права создание таких организаций как Лига Наций и ее последовательница Организация Объединенных Наций все это превратилось в абсолютнейший пшик никоим образом не смогло остановить каких-то империалистических и захватнических тенденций и ни в коем случае не принесло в жизни этого мира никакого спокойствия никакой гармонии но в общем то если бы все воткнули штык в землю и отказались содержать и поддерживать свои государства и характерные необходимые для них институты жизнеобеспечения то это привело бы только к одному к падению России и к быстрому пожиранию ее более прагматичными и менее склонными поддаваться на утопические мечтания яснополянского помещика государством тем не менее вот эта проповедь Льва Николаевича Толстого активно распространялась до поры до времени извне в основном печатаясь в Швейцарии или в Британии и тем не менее попадая в виде нелегально завозимой литературы и широко распространяясь в русском обществе готовя этим последующие революции последующие его падения в чем, надо сказать, действительно заслуженно отмеченный большевиками вклад Льва Николаевича Толстого был достаточно большим и если бы сам Льв Николаевич Толстой понимал и отдавал отчет в том, насколько разрушительным для всего того, что ему дорого было все то, что он делал едва ли бы он в действительности продолжал распространять свое учение, которое буквально спустя каких-то 7 лет после смерти Льва Николаевича Толстого привело к столь сокрушительным для всего общества результатам. Тем не менее, к сожалению, Лев Николаевич этого не видел, но продолжал с упорством и усердием достаточно достойному лучшего применения свою общественную, религиозную и, в общем-то, даже можно сказать, даже и политическую деятельность, приведившую и к его личному краху, и к краху всему тому, что было для него дорого. То, насколько мечтательным, утопичным, оторванным от реальности, от действительности, от жизни и ее реальностью оказалось учение Льва Николаевича Толстого избранный им образ жизни в общем-то, вполне достаточно было показано, продемонстрировано и самой жизнью Льва Николаевича Толстого и его вот такой трагической кончины. Все это опрощение, к которому призывал Лев Николаевич Толстой к тому, чтобы отрастить бороду, одеть крестьянские одежды, отказаться от излишеств и истяжаний, прийти к такому какому-то братству в взаимоотношениях с остальными людьми. Вся, в общем-то, искусственность, несвоевременность и несостоятельность этих призывов нашла свое обличение в самой жизни Льва Николаевича Толстого, который не сумел добиться реализации воплощения своих принципов, даже в своей собственной жизни, в своей собственной семье. Достаточно сказать, что старший сын Льва Николаевича Толстого, Тимофей, который был рожден от его любовницы, крепостной крестьянки Аксинии Базыкиной, продолжал жить в Яснополянском имении Льва Толстого и после отмены крепостного права и работал конюхом у детей, законорожденных детей Льва Николаевича Толстого от Софии Андреевны Толстой. Вот, собственно, все, что нужно знать об опрощении Льва Николаевича Толстого и об его учении о равенстве между людьми вне зависимости от их сословного происхождения. Этого равенства он не смог добиться для собственного сына, собственного первенца. Понятно, что этому можно найти оправдание в обстоятельствах и в условиях жизни, и в том числе семейной жизни самого Льва Николаевича Толстого. Очевидно, что София Андреевна никогда не приняла бы его незаконнорожденного сына наравне со своими. В общем-то, несмотря на свой такой где-то кроткий характер София Андреевна отличалась, в общем, вполне себе ярко выраженным женским инстинктом хищницы и по собственному признанию, когда однажды встретила Аксинью Базыкину, когда та мыло полы в имении готова была убить эту толстую бабу, собственными руками, как сама Анна о ней отозвалась, и не могла понять, что же ее муж мог в ней найти. Естественно, что она бы не потерпела рожденного ею сына в каком-то другом качестве, и даже то, что он сумел получить должность конюха у ее собственных детей, уже, наверное, была достаточно большой подвижкой и снисхождением с ее стороны, но представьте себе на минуту, что родной сын человека находится в услужении у других его детей, и, в общем-то, вся абсурдность этой ситуации и ее несопоставимость с тем учением, которое Лев Николаевич проповедовал, предстает перед нами во всей своей очевидности. Ну, зачем было проповедовать то, чего ты не смог достичь в собственной своей жизни. Тем более, прошло каких-то несколько лет с кончины Льва Николаевича, как это самое опрощение стало вдруг доступно всем, без всяких усилий, к тому, со стороны этих самых правящих классов, которым пришлось отпустить бороды и одеться в простонародные одежды, просто из соображений элементарного выживания и опуститься на дно той самой народной жизни, в те самые коммуналки, в тот самый крестьянский быт без каких-то излишеств, просто вследствие тех самых потрясений, которые парадоксальным образом явились в общем-то продолжением учения и деятельности Льва Николаевича Толстого и могут быть, могут служить иллюстрации известному выражению о том, что бойтесь своих желаний, они могут и избыться, но совсем не так, как вы себе это представляете. Их учение Льва Николаевича Толстого оказалось воплощено большевиками после революции, но совсем не так, как это мнилось тому классу, которому Лев Николаевич Толстой принадлежал, и ему самому. Поэтому, конечно, вот говоря об учении Льва Николаевича Толстого, необходимо понимать, что во многом оно было следствием кропотливой, манипуляторской деятельности целого круга людей, проводимой ими в интересах совершенно враждебных, в первую очередь самому русскому народу и русскому обществу, которая так хотела счастливить этими своими откровениями, своим учением Лев Николаевич Толстой, силами. Это же окружение Льва Николаевича Толстого не допустило и намека, и самой возможности того, чтобы Лев Николаевич каким-то образом отказался от него и примирился с церковью даже перед угрозой той, много лет пугавшей его смерти, того исхода, который случился с ним и произошел в ноябре 1910 года на станции Остапова Тульской железной дороги. Именно это самое окружение не допустило к Леву Николаевичу ни Софью Андреевну, ни тех из его почитателей, кто желал того, чтобы Лев Николаевич умер в мире церковью, ни преподобного старца Варсонофия Оптинского, о роли которого в этом мы говорили в нашей беседе, посвященной непростым взаимоотношениям Льва Николаевича Толстого и Оптиной пустыни. И, конечно, именно этому окружению в первую очередь было необходимо сохранить образ Толстого как последовательного и непримиримого борца и с церковью, и с российской государственностью, того образа, который они на протяжении стольких лет и столькими трудами создавали. И это, естественно, оказалось бы крахом всех этих многолетних усилий и всех тех обязательств, которые по всей вероятности они имели перед своими зарубежными заказчиками. Между тем, всю разрушительность для общества и для в том числе горячих почитателей самого Толстого, толстовцев, его учения и его идеи была прекрасно проиллюстрирована одним символическим событием, случившимся спустя год после смерти Льва Николаевича Толстого, когда круг его вот этих наиболее преданных фанатичных обожателей, толстовцев, собрался для того, чтобы отметить очередную годовщину, вернее, уже первую годовщину смерти Льва Николаевича Толстого на его могиле. Как мы уже говорили, он был похоронен в лесу в своем яснополянском имении, на принадлежавшей ему земле, на краю того самого оврага, где они когда-то искали зеленую палочку, без всякого креста, без всякого другого выражения, выселся простой надгробный холмик, и вот к неожиданности собравшемуся этого круга толстовцев выяснилось, что в самой этой могиле свило свое гнездо семейство гадюк, и когда толстовцы собрались для такого какого-то своего родения на могиле Толстого, одна из этих гадюк, потревоженная этим сборищем, выползла из могилы Льва Николаевича Толстого, и ужалила ребенка руководителя этой самой толстовской собравшейся здесь группы, и ребенок получил смертельный укус гадюки, которая, как выяснилось, свила свое гнездо в норе прямо на груди, на том месте, где находилась грудь лежавшего во гробе великого писателя Льва Николаевича Толстого. Едва ли, конечно, тогда кого-то вразумил, это совершенно потрясающе, на самом деле, по своей силе, по своей выразительности образ гадюки, свившие свое гнездо на груди усопшего великого писателя, и ужаливший в первую очередь ребенка невинное дитя одного из самых его горячих и последовательных таких почитателей. А между тем, в этом образе крылась вся будущность идеи Льва Николаевича Толстого для и общества его почитателей, и для их невинных детей. Благодаря идеям, которые распространял Лев Николаевич Толстой, и оказалась возможна та революция, которая разрушила все прекраснодушные мечтания этих утопистов, этих людей, которые желали блага этому миру и своему обществу, но парадоксальным образом не делали ничего иного, кроме всевозможного и разнообразного зла. Вот, к сожалению, тут трагический финал и итог, к которому пришел в Лев Николаевич Толстой. Думаю, в контексте сказанного было бы нелепо говорить о том, что сейчас, как и много лет назад, продолжают раздаваться призывы к тому, чтобы снять наложенные на Лева Николаевича Толстого священным синодом анафемы, смыть, даже как иногда они говорят, ту печать позора, которую саму церковь наложила на себя, подвергнув отлучению такого великого мыслителя писателя, каким был Лев Николаевич Толстой. Ну, чья печать позора здесь больше, пускай уж судят каждый из тех, кто является слушателем этой нашей беседы в зависимости от собственных убеждений. а, помимо всего прочего, снятие анафем с Лева Николаевича Толстого является абсолютно неправомочным делом. С одной стороны, потому что, как мы уже сказали, никакой анафемы это не являлось. Это было призывом и к самому Толстому с тем, чтобы он покаялся в том губительном направлении, которое он избрал себе своей деятельностью, и очевидность губительности которого сейчас ни для кого уже в свете совершившихся событий не является предметом для недоумений. С одной стороны, то есть, это был призыв, в первую очередь, который, к сожалению, не достиг своей цели и который продолжает оставаться грозным предупреждением для тех, кто сейчас подходит к изучению, к оценке и творчества Льва Николаевича, и его деятельности. С другой стороны, как, может быть, не парадоксально это произвучит, подобного рода отмены этих синодальных решений было бы неуважением по отношению к самому Льву Николаевичу Толстому. Православная Церковь, на самом деле, с уважением относится к любому выбору, который делает человек на этой земле. Это уважение основано на той свободе человеческой воли, которая не нарушается и не отнимается самим божественным промыслом и самим Господом нашим Иисусом Христом. Если Господь позволяет человеку идти в его жизни тем путем, который он избрал, и хотя и призывает этого человека к покаянию, но никогда не действует диктаторски и отбирая эту самую свободу воли, то как мы можем теперь проявить противоположное этим основным христианским принципам неуважение к Льву Николаевичу Толстому, к тому выбору, который он сделал, и попытаться сделать вид, как будто этого выбора никогда и не было, но Лев Николаевич Толстой всегда оставался предатным сыном русской православной церкви, никогда не говорил того, что он говорил, и никогда сам самостоятельно не выбирал для себя отречение от церкви, отречение от церковной жизни. Этот выбор был сделан им, и сейчас мы не можем отменить этого выбора, сделанного самим Николаевичем Толстом, без того, чтобы проявить неуважение, пренебрежение к этой человеческой свободе, к этой свободе человеческой личности, как главному и основополагающему началу вообще взаимоотношений человека с Богом и с окружающим его миром. К сожалению, сейчас мы можем только признать со всем уважением сделанный этот выбор, и в дальнейшем уже использовать образ и сделанный Львом Николаевичем выбор, как именно урок и такое вот глубокое назидание тем, кто решит тем или иным путем пройти также вот этими стезями того богостроительства, богоискательства, которые были заложены Львом Николаевичем Толстым в основу его собственного мировоззрения. Для нас он так и останется вот этим великим Львом, великим писателем, великим человеком, мыслителем, запутавшимся в той сети, в той западне, в тех цепях, которые во многом силы его мысли силами его души и были сплетены и наброшены им на себя самого, конечно, не без участия тех демонических сил, тех демонических внушений, которые он имел несчастье слушать, которые он не умел отделить от собственных помыслов, которых он не умел отличить, как чуждые и губительные ни в жизни собственной души, ни в том окружении человеческом, которое привело его к такому трагическому финалу. Ну, вот на этом мы закончим наши беседы о Льве Николаевиче Толстом. Тем, кто захочет более подробно ознакомиться с вот этими сложными взаимоотношениями Льва Николаевича Толстого и Русской Православной Церкви, может ознакомиться с прекрасными книгами православных литературоведов, таких, как Павел Басинский, это его сочинение «Пекство израя», посвященное уходу Льва Николаевича Толстого из Ясной Поляны и попытки его поселиться в Оптяной пустыне, а также его сочинению «Святой против Льва», посвященному таким очень непростым взаимоотношениям и полемике Льва Николаевича Толстого с святым праведным отцом Анном Кронштадтским, а также к замечательным, очень глубоким сочинениям протерея Георгия Ариханова, также посвященным жизни и творчеству Льва Николаевича Толстого с таких позиций учения Православной Церкви. На этом мы прощаемся с нашими зрителями, надеемся, что эти беседы, конечно, далеки от полноты, от такого исчерпывающего анализа жизни, творчества и деятельности Льва Николаевича Толстого, все-таки, тем не менее, были вам полезны, интересны, и смогли как-то ответить на многие распространенные в отношении этой темы вопросы. Всего вам доброго! Желаем вам находиться под покровом богодати церковных таинств, церковного учения, церковной жизни, против которых, к сожалению, выступал в последние годы своей деятельности великий Лев Николаевич Толстой, лев, не сумевший освободиться из пут и той западни, в которых, к сожалению, оказался. Всего вам доброго! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео! Воскресенье Воскресенье Воскресенье